Ограничительные меры коснулись и дошкольных образовательных учреждений. Они закрыты для посещения. На сегодняшний момент в городе работает только 31 дежурная группа во всех лабытнанских детских садах. Их посещают 244 ребенка. Это дети, родители которых не могут работать удаленно. Подробности расскажет Рай Ермолаева. В детском саду «Волшебница» на сегодняшний день работает 4 дежурные группы. Здесь все как в обычные дни. Занятия проходят в рамках образовательной программы. Затем свободное время. Малыши занимаются своим любимым делом. Кто-то играет в железную дорогу, запускает паровозики, другие рисуют, а третий строит фигуры из конструктора. Отличие лишь в том, что ребят в таких коллективах немного – до 12 человек. Дети распределены по возрастам. Дети проходят сейчас программный материал по расписанию и по основной образовательной программе. Дальше у нас педагоги организуют развлечения и познавательные мероприятия, которые позволят детям с пользой и весело провести время в детском саду. В такие дежурные группы удается попасть не всем малышам, а только тем, чьи родители в условиях пандемии не могут перейти на удаленный режим работы. Руководитель учреждения должен подтвердить это справкой. Выдавая такие справки работодателям, работодателям прошу еще раз очень внимательно относиться к таким документам, потому что, конечно, вот такой формат работы сегодня и переход на дистанционные формы, он связан с тем, чтобы мы могли разделить потоки ребят и минимизировать риски заражения. Я думаю, что это мера действенная и поможет нам снизить уровень заболеваемости. Петя Ройбу 6 лет. Он ходит в подготовительную группу детского сада «Волшебница». Сейчас она совмещена со старшей. Здесь занимаются ребята 5-6 лет. Это те дети, чьи родители вынуждены ежедневно находиться на посту. Папа работает полицейским. Он часто сидит в своем кабинете, он не часто выходит на улицу, следит за машиной, ездит на них, чтобы догонять преступника. Он часто там сидит и делает свою работу в кабинете, которую ему дают. Такие дежурные группы сейчас работают в обычном режиме – с 7 утра до 7 часов вечера. Привычный график – сады войдут, возможно, 7 февраля, но только в том случае, если эпидемиологическая ситуация изменится. Рая Ермолаева, Григорий Волков, Николай Снегир. Программа «Время местное». Рая Ермолаева, Григорий Волков, Николай Снегир.